Добрый день! Органная культура Санкт-Петербурга насчитывает вот уже около 300 лет. И возникновением своим она уходит корнями во времена Петра I, практически во времена основания нашего города. К началу XX века Санкт-Петербург по праву назывался органной столицей Российской империи. Здесь было много замечательных органов практически во всех иноверческих храмах Санкт-Петербурга, в лютеранских, реформатских и католических церквях, которых насчитывалось очень много. И органов насчитывалось несколько десятков. К сожалению, после 1917 года это богатство было почти полностью утрачено. И только в 2000-х годах начался в нашем городе такой своеобразный органный ренессанс, когда были отреставрированы уцелевшие исторические органы в концертных залах, а также появились новые инструменты как в залах, так и в соборах Санкт-Петербурга. И вот сегодня мы проведем небольшую экскурсию по интересным знаковым органным местам. Это будут два наших ведущих концертных зала, большой зал филармонии, зал академической капеллы, а также два собора с интересными инструментами. Это кафедральный собор Святой Марии, финская церковь, и костел Божией Матери Луцкой на Ковенском переулке. И познакомимся также с последним приобретением органом нашего города в библиотеке имени Маяковского на Невском, 20. Мы с вами сейчас находимся внутри исторического здания по адресу Невский проспект, дом 20, в самом сердце Невского проспекта, в замечательной ротонде в стиле русского классицизма с красивыми колоннами. И каждому, наверное, петербуржцу это здание известно как библиотека Маяковского, но также оно известно и как здание бывшей голландской реформатской церкви. И этим оно неразрывно связано со всей историей Санкт-Петербурга, еще со времен Петра I, который, как известно, приглашал многих, в том числе и голландцев, приехать в Россию и работать здесь на благо нашей страны. Здание это было построено в 1834 году для довольно большой церковной общины голландцев. Построено оно было известным архитектором Жако, который оставил свой след в истории Петербурга и другими зданиями. И, естественно, неотъемлемой частью любой церкви был орган, который тогда же и появился в этой ротонде. Он был построен известным немецким органостроителем Фридрихом, а фасад его был спроектирован тем же архитектором Жако, очень красивый фасад. Затем за этим фасадом появился еще один орган уже в 1891 году, построенный известной немецкой фирмой Валькер. И такая ситуация сохранялась до крутого поворота в жизни нашей страны, который наступил в 1917 году. И на верческие церкви постепенно закрывались. Та же судьба постигла и голландскую церковь в 1926 году, а в следующем году здание было национализировано, и орган перекочевал здесь неподалеку в здание академической капеллы, что, в общем-то, спасло его судьбу. Что касается этого здания, здесь стали размещаться различные организации, как, например, кукольный театр. Но в 1936 году здесь провели ремонт, и после этого здесь стала находиться библиотека, которая существует и по сей день. И вот сейчас мы поднялись на органный балкон и находимся около голландского органа. Это последнее приобретение в органном ландшафте Санкт-Петербурга. Орган появился здесь совсем недавно, в прошлом году, несмотря на все сложности коронавирусного времени. Этот проект имеет тоже свою историю. Благодаря фонду друзей органа, голландскому фонду, этот инструмент здесь и появился. Нужно было найти подходящий инструмент в Голландии, затем разобрать его, аккуратно перевести, собрать здесь, озвучить, оттонировать и настроить так, чтобы он хорошо звучал в этой ротонде, в этой прекрасной акустике. И, как мне кажется, все это замечательно удалось. И хочется поблагодарить прежде всего двух людей, это бывшего голландского консула в Санкт-Петербурге, господина Эверарса, и заведующую библиотекой госпожу Довгарь. Орган этот был построен в 1910 году, то есть это исторический инструмент. И более того, часть труб датируется даже более ранним временем, скорее всего, это начало 19 века. Орган этот не очень большой по своим размерам, но как раз он очень хорошо заполняет пространство ротонды. И сейчас я вам продемонстрирую звучание этого инструмента. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Уникальный орган, построенный в традиции эпохи барокко. Прототипом нашего органа послужил орган, расположенный в городе Дипонец в Германии. Орган этот был построен замечательным органостроителем эпохи барокко, другом Иоганна Сепастьяна Баха, Готфридом Зильберманом. Наш орган построил Марти Портон. Это органостроительная фирма, которая расположена в Финляндии. И они специализировались на постройке так называемых исторических инструментов. То есть тщательнейшим образом изучается все, что касается технической части, звучания, внешнего вида инструмента и разных мельчайших деталей. И потом это воплощается в современном органе. Нашему органу 10 лет. Он торжественно введен в эксплуатацию 5 декабря 2010 года. Благодаря нашим прихожанам его довольно быстро разгрузили, довольно быстро установила фирма. И на торжественном концерте этот инструмент предстал перед слушателями. И до сих пор радует всех, кто приходит в наш собор на органные концерты. Инструмент уникальный, потому что диспозиция, то есть количество регистров и их звучание, оно очень близко той эпохи. То есть вся музыка, которая здесь звучит, она звучит, отражая звучание эпохи барокко, эпохи расцвета органного творчества. А это легкие нашего органа. Органные меха. Благодаря им орган звучит. В нашем органе органостроитель оставил интересную лазейку. Если когда-нибудь мы захотим восстановить историческую достоверность, то у нас будет возможность здесь делать механизм управления и накачивания мехов механически, калькантами. Когда-нибудь. Мы находимся внутри органа. В нашем органе три этажа, где расположено почти полторы тысячи различных труб, как деревянных, так и металлических. Все, что сделано внутри органа, сделано практически все вручную. И помимо труб, которые установлены на специальных досках, которые называются вентлады, у них просверлены отверстия, и трубы стоят вот в этих просверленных отверстиях, причем все. У нас здесь есть система абстрактов, система управления звучанием инструмента. Органист нажимает на клавишу, клапан открывает доступ к воздуху трубу, и эти абстракты движутся. Вот таким вот образом. И это все сделано вручную. Это органный пульт, где находится органист во время исполнения музыкальных произведений. Вот наша система абстрактов. В органе Церкви Святой Марии 27 регистров, которые разделены на два мануала и педаль. И вот как звучит великолепная плеена нашего органа. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Инструмент романтический в полном смысле этого слова, тем не менее, позволяет исполнять практически любой органный репертуар Интересна его судьба. Не сразу он оказался на этом месте, на хорах храма Матери Божией Лурдской До середины XX столетия инструмент этот находился в здании бывшей Евангелической Церкви, ставшем научно-исследовательским институтом туберкулеза После чего в середине XX века был перенесен в этот храм, где и находится до сегодняшнего дня Инструмент исторический требует бережного, трепетного отношения И я считаю, что нам всем очень повезло, что в нашем городе нашлись чудесные мастера, которые сохраняют, поддерживают этот великолепный орган В полностью, на 100% рабочем состоянии Вот уже несколько сезонов в храме проходят регулярные музыкальные встречи, органные концерты И мы очень рады тому, что этот инструмент звучит, звучит в прямом смысле слова в полный голос И каждый может с ним встретиться Мы спустились с западного балкона, с органного балкона И сейчас находимся, в общем-то, в самом центре храма Матери Божией Лурдской С этой церковью, с этим храмом связано много примечательных фактов Фактов истории нашего города и музыкальной, органной, и истории конфессий нашей северной столицы Мне хотелось бы рассказать только о некоторых из них Начнем с того, что само здание, в котором мы с вами сейчас находимся, уже является памятником архитектуры Создано оно было в начале XX столетия, в разгар Серебряного века Одним из выдающихся архитекторов блистательной столицы Российской империи Леонтием Бенуа Построено это было здание по инициативе французского посланника в Санкт-Петербурге Для нужд французского прихода И, кстати, и освящен этот храм, как я уже говорила, был как храм французской Божией Матери Храма Матери Божией Лурдской он стал позднее Так что вот такой в некотором смысле самый французский храм нашего города Что же касается истории органной жизни Обязательно нужно упомянуть о том, что инструмент, находящийся в этом храме с середины XX века Долгие годы был фактически единственным, ну или одним из очень немногих органов К которому был, пусть небольшой, но все же доступ у органистов, музыкантов, органных мастеров И храм Матери Божией Лурдской был своего рода небольшой органной меккой Для всех поклонников органного искусства тогда еще города Ленинграда Поэтому мы все бережно храним память об этом И очень рады тому, что орган звучит, что музыкальные встречи на нем продолжаются Матери Божией Лурдской 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 церкви сюда был перенесен орган, король инструментов. И с тех пор здесь стала традицией проводить органные концерты. Но раз есть прекрасный хор под руководством народного артиста СССР, лауреата государственных премий Владислава Чернышенко, то, конечно, орган звучит с хором, с симфоническим оркестром. И очень важно, что последние годы очень много проектов орган плюс, где другие музыкальные инструменты, голос, даже народный оркестр с нашим органом. Кроме того, постоянно проходят органные фестивали. Вот сейчас органный фестиваль идет, Night Club 008, орган «Белые ночи», где проходят совершенно необычные органные концерты. Рок на органе, джаз на органе. И, конечно, публика больше всего любит классическую музыку, музыку Баха в исполнении музыкантов на нашем инструменте. Хочу сказать и подчеркнуть особо, что орган не всегда был в таком прекрасном состоянии. Был период, когда его голос замолчал. И в этот период нас спас орган наш и зал капеллы, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, выделив нам на реставрацию органа миллион евро. Был объявлен огромный конкурс и выиграла строительная компания Ойли из Германии. Орган уезжал на целый год в Германию, вернулся отреставрированный, прекрасный, чтобы радовать публику петербургскую и гостей нашего города своим необыкновенным звучанием. Дорогие друзья, приходите в капеллу слушать органные концерты и наслаждаться великой музыкой великих композиторов. Орган уезжал на целый год в Германии. Орган уезжал на целый год в Германии. Здравствуйте! Мы находимся в зале Академической филармонии имени Дмитрия Шостаковича. Перед вами орган фирмы Йоханнес Клайс. Он здесь установлен в 2004 году. Это фактически, можно сказать, дар германского правительства к 300-летию Петербурга. Орган – это позднеромантическая немецкая школа. Он имеет три клавиатуры для рук, мануала, 58 регистров и ножную клавиатуру. В целом инструмент очень богатый, красочный, у него совершенно характерный звуковой профиль. Ну а дальше, я думаю, будет интересно заглянуть внутрь самого органа и посмотреть, что там внутри есть. Вот сейчас мы находимся внутри корпуса органа. Он по вертикали разделен на три яруса. Ну так как три этажа в доме. Они устроены аналогично, но в каждом свой набор труб, в своей архитектуре их расположения. Вот это вот мы находимся во второй ручной клавиатуре, втором мануале. Здесь вы видите, стоят трубы рядами. Каждый ряд называется регистром. Он включается на пульте отдельной рукояткой и имеет свою высоту и окраску звука. Это как бы инструменты оркестра, которые могут сливаться в единый ансамбль или звучать каждый по отдельности. Вот здесь вот мы видим заднюю часть клавиатур органа, которые клавиатуру обращены в зал, а вот их хвосты сюда, внутрь органа. Оттуда идут тяги, называемые абстракты. Вот такие проволочные, потом они с помощью разных шарниров распределяются по объему органа. Вот здесь продолжение этих абстрактов. И вот когда органист играет, тут открываются клапаны, называемые вентилями, и подается воздух в трубы. Сейчас мы никаких звуков не слышим, потому что на пульте не включен ни один регистр. То, что будет включено на пульте, при нажатии клавиатуры начнет звучать здесь. Дальше, значит, по бокам органа установлены большие трубы ножной педальной клавиатуры. Они имеют длину до 7 метров. Здесь трубы среднего диапазона. Вот за задней стенкой находится отдельное помещение, в котором стоит огромный мех. Он величиной 2,5 на 1,5 метра и поднимается он примерно сантиметров на 80. Огромный резервуар воздуха, подкачиваемый электромотором. Он снабжает воздухом весь орган. То есть, когда органист нажимает клавиши, открываются клапаны, и воздух из меха через систему каналов проходит в данные трубы, которые открыты, и они отвечают звуком. Вот сейчас вы видите перед собой низкие басовые деревянные трубы ножной клавиатуры, педали. Вы можете посмотреть, каков их масштаб в сравнении с человеком. Там все очень тесно, поэтому мы туда не пойдем, и сейчас посмотрим другие трубы. Но еще могу показать интересный предмет. Вот этот инструмент служит для настройки небольших металлических труб. Он называется штингорн. Им ударяют трубу острием или воронкой, и она либо чуть-чуть сужается, либо чуть-чуть расширяется. На долю миллиметра этого достаточно. А вот теперь мы находимся на самом верху, на третьем ярусе органа, на третьем этаже. Это помещение третьего мануала, третьей ручной клавиатуры. Здесь вы видите трубы, расположенные по-другому, чем мы раньше видели. И если внимательно приглядеться, видно, что они другой конструкции. Это приводит к тому, что у них другой тембр, и в целом получается звуковая окраска другая. То есть каждая клавиатура органа – это уже отдельный самостоятельный инструмент. А их здесь три для рук, одна для ног. Их еще и можно исцеплять между собой. И вот еще есть интересное устройство. Называется анушвеллер. Приводится в действие ногой органиста. Когда жалюзи закрываются, звук становится тише в зале. А когда они открываются, он становится громче. То есть можно плавно менять громкость звука. Это устройство появилось только в конце XIX века. До этого в органах такой возможности не было. До этого смена звучности осуществлялась только включением или выключением регистров. Можно было прибавить или убавить количество звучащих регистров. Вот эта клавиатура конкретно, она имеет большую палитру так называемых язычковых регистров. Вот этих вот. И это очень благоприятный фактор для исполнения французской музыки, где как раз язычки имеют превалирующее значение. Немецкая музыка больше пользуется трубами, которые называются лабиальные. Вот этими. Свистковые, то есть. Ну вот в таком плане, видите, мы посмотрели, как устроены органы внутри. Там задняя сторона фасада видна. Фасад называется на профессиональном языке проспект. Проспект, то есть это то, что видно. Но мы стоим сейчас с его задней стороны, с изнанки. Итак, мы осмотрели орган, побывали внутри его и ознакомились с историей его возникновения, данного инструмента. Но мы находимся в положении людей, которые полистали поваренную книгу и не попробовали ни одного блюда. Орган строится, в общем-то, в основном ради слуховых ощущений, а не зрительных. Поэтому, конечно, нам надо услышать этот инструмент. И нам в этом поможет сейчас профессор Даниил Зарецкий. Он возглавляет кафедру органов Петербургской консерватории. И он участвовал в создании этого инструмента. Он один из тех, кто сформировал его художественный облик. Сейчас он нам продемонстрирует его звуковые возможности. Даниил Зарецкий консерватор. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok